Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть в игру Черепашки Нинтеллигенды. Так, ежедневные награды Лига Сёгунов 2 звезды. Так, я успел все-таки захватить, да, 2 звезды на Сёгуне. Так, давайте-ка откроем с вами колодочку, посмотрим, что нам выпадет. Кто там? Мондагека, шикарно. Так, выполнены задания, забираем реворд. Вот, дальше у нас идет поднятие уровня персонажа, так, бои, все как полагается, да. Начнем искать с вами, естественно, Мондагека. Так, где ты у нас? Где ты у нас? Вот он. Давайте-ка быстренько попробуем найти ДНК. Минус. Неудачно. Так, отлично, одно ДНК уже в кармане. Второе. Слушай, ну неплохо. Две ДНК из трех попыток. Так, шикарно. Замечательно просто. Порадуй еще раз. Хо-хоу-хоу. Нормуль. Вообще, отлично, ребята. Сегодня поискали мы ДНК на Мондагека. Мне понравилось. Это круто. Пять попыток удачных из шести доступных. Это, я считаю, вообще шикандос. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в десяти боях. Так, ну что ж, давайте мы, наверное, с вами подеремся. Так, будем искать с вами... Кстати, у железной головы я прокачал вот этот вот поджог до третьей ступени. Кстати, можем прокачать до четвертой, но нам нужно 14 кружек. Слушай, давай попробуем найти. Я, конечно, не говорю, что именно сейчас мы это все дело найдем, но пиццу можно потратить на это дело. Как вы думаете, сколько у нас хватит силенок поискать? Давай попытаемся. Все равно ничего от этого не теряем. Ну, кроме, конечно, наших любимых телепортов. Да. Телепорты, это, конечно, имба. Так, сколько мы уже с вами нашли кружек? Я даже не считаю. Я просто кликаю и смотрю. Давай-ка глянем. Девять. Девять. Значит, нужно еще пяток. Еще пяток. В принципе, не так много. Четыре. Четыре нам осталось. Так, три. Две. Одна. Ребята, последнюю кружку ищем, и все будет тип-топ. Понятно. Ну. Е. Шикарно, я считаю, ребята. Поджог. Поднимаем до четвертой стадии. Ну-ка. Так, вероятность 50% вызвать отложенный урон в течение трех ходов. Я считаю, что это достойно. Достойно похвалы, ребята. Но мы с вами должны поднять уровень персонажа. У нас с вами 9000 мутагена. Так, секунду. Здесь мы обменяем. 10 тысяч мутагена, да, практически. Кому же я могу? Донателло. Конечно же, ребята, вы так просили поднять уровень Донателло. И я его прокачиваю пока до 50 уровня. Я думаю, что это нормуль. Так, забираем с вами ревард. Вот так вот это все дело происходит. И сегодня у нас, естественно, ребята, будет ареночка. Без нее никуда. Лига самураев 3 звезды. Вот куда меня, ребята, сбросили. Ну, честно говорю, я не удивлен этому. Потому что, ну, сами понимаете, мы с вами делали супер ускорение на самом начале этапа. Естественно, нас скинут. Так и произошло. Ну что ж, давайте будем приступать тогда, наверное, с наших малюток. Я думаю, что вот эти ребятушки зайдут. И плюс Леонардо. Сейчас попробуем немножко, как говорится, наверстать упущенное, да? Нас сбросили. А мы назло врагам будем с вами подниматься все выше, выше и выше. Так, я думаю, достаточно будет одной вертушки от Леонардо. И, как видите, результат налицо. Все упали. А мы с вами, естественно, продвигаемся дальше. Так, естественно, хотелось бы посмотреть. Мы с вами быстренько доберемся или... Или не очень. Так, ладно, я думаю, еще боя 2-3 нам нужно будет сделать, чтобы вернуться в Лигу Сегунов. И здесь у нас Андрей, Мухаммед и Чирок. Кого возьмем? Возьмем... Ага, хотел сказать, возьмем у кого больше кубков. А у них у всех абсолютно одинаковое количество. Поэтому я хочу, наверное... Давай-ка с Андрюхой. Как говорится, свояк ближе к телу. Так, выбираем Монда Гека. Так, 46-й... Ага. Здесь, ребятушки, сильно не забалуешь. Поэтому есть большой риск проиграть. Слушай, ну я думаю, что Леонардо своей вертушкой сейчас накажет их всех. Ну, а если кого не добьет, то добьют мои малышки. Так что давайте попробуем. Супер вертушка. Давай, Лео, отожги. Шик и блеск. Ну, что я могу сказать, ребят? Лео просто имба. Он на высоте. Он всегда меня удивляет. Иногда, конечно, и расстраивает. Но это уже не его вина. Это уже вина моей прокачки. 30-я позиция. Угу. 30-я позиция. И я думаю, что следующий будет у нас. Это Галинушка. Да. Галинушка. Здравствуй, родная моя. Сейчас мы с тобой будем драться. Я, конечно, понимаю, что ты не в эфире. Но, тем не менее. Так, возьмем обратно Леонарда и приступим. Я думаю, что этого будет достаточно. Ну, а как вы знаете, если не добьет, то добьют мои ребятульки. Так, давай проверим, насколько ты крут. Но он крут. Он крут, поверьте мне. Ха-ха-ха. Да, немножко было сомнения, но все-таки Лео это что-то. Хочу его до соточки прокачать. Представляете, прокачать Лео до соточки. Просто я могу о нем забыть. По крайней мере, в плане прокачки уровня. Так, а здесь у нас Виктория, Филипп и Серджио. Нет уж, извините, я буду с Викторией. Мне как-то вот нравится имя Виктория, да? Виктория, типа, победа. Так, 49-48 уровень. И Леонарда опять я возвращаю. Да, ребят, я не спорю. Наверное, не стоит этого делать. Я тоже считаю, что эта неделька должна пройти Лайтова. Лайтова, потому что, ну, мы с вами боремся за что? За те самые ДНК на того самого героя, который у нас уже есть. И, в принципе, не стоило бы заморачиваться сильно. Но меня-то интересуют Платиновые осколки. Поймите меня, Платиновые осколки. Ведь вы же сами будете радоваться, когда очередной персонаж у нас перейдет в Платину. А Платина это все, это тупик. Выше некуда, ребята. Выше только уровень. Ну что же, Лига Сегунов, 81-й ранг. Давайте попробуем сегодня дойти до Лиги Сегунов 2 звезды. Но для этого придется немножко попотеть, попахать, постараться. Так, Эван. Слушай, я, наверное... Да, Эван. Почему бы и нет? Хм, я думаю, вполне годно. Ну, сделаем немножко по-другому. Во-первых, я хочу отыграть малышей. Да? 48-й. Да, я думаю, что Лео все-таки их положит. Я уверен в этом. Тут, знаете, что еще немаловажный фактор вот в этой игре? Инициатива, ребята. Если Леонардо не будет ходить первым, то здесь мы потерпим крах. Но он ходит первым. И давайте посмотрим результат. Он налицо. Отлично. Все-таки малышей я отыграл. Грубо говоря, надо как-то будет нам с вами прикинуть, да? До какого уровня Леонардо со 100% вероятностью уложит всех. То есть, как мы видим, полтиннички падают просто на ура. То есть, 60-е, наверное, уже будут выживать. Ну, судя по всему. Так, у нас 55-я позиция. Мы с вами быстро наверстываем. Так, здесь, смотрите, ребята, полтиннички падают на ура. И как раз, я думаю, что Чао нам в этом деле поможет. Поможет в плане того, что я еще смогу отыграть партию малышей. Давайте-ка мы в этом лично с вами убедимся. Но, смотрите, не дай Боже, не дай Боже, мы с вами здесь профукаем. 32-й уровень все-таки. Ой, мы с вами всклопочим тогда по полной программе. Не уверен, конечно, что вот этот вот доник упадет. Но проверить стоит. Ах ты! Ах ты, жук! Ребята, это печалка. Если он сейчас сделает сюрики... Подожди, какие сюрики? Сюрики у нас у карайки. А, нет, да. Че я вру-то? У карайки кунаи. Вот разница в чем между сюрикенами и кунаями. Кунаи это маленькие дротики. А сюрикены это маленькие звездочки. Так что, ребята, здесь все-таки Леонардо нас не подвел. И мы с вами двигаемся дальше. 31-я у нас с вами позиция. И я думаю, что на 100% мы с вами... Да, мы с вами пройдем в Лигу Сегунов 2 звезды. И это будет очень круто. Так, 52-й уровень здесь максимальный. Поэтому нужно еще, ребятушки, попробовать сыграть через Лео. Да, я не спорю. Я трачу откаты. Но мы с вами их заработаем. Поверьте уж мне. Заработаем. Кто-то из подписчиков хвастался. А у меня, говорит, 500 или... Нет, я, конечно, могу соврать сейчас дословно. Но он сказал, что у меня там 200 с лишним откатов. А тебе слабо? Нет, парнишка, мне не слабо. Ну, просто зачем? Зачем мне их копить? Мне нужно развивать героев, ты понимаешь? Развивать. Поэтому для достижения цели мне никаких проблем не стоит потратить. Там какие-то откаты или там телепорты. Вот в чем суть. Героев много, ты сам прекрасно видишь. И для того, чтобы добиться этой цели, нужно, как говорится, применять все возможные действия. Ну что, ребята, здесь, как мы видим, у нас 54 уровень уже. Поэтому мы будем с вами отыгрывать вот этих вот малышей. И я думаю, что даже на худой конец, если мы не сможем с вами кого-то добить, ну, естественно, с помощью своих карапузов это должны будем сделать. Так, вертушка. И посмотрим, Донателло стопудово выживет. А какой Донателло? Ребят, там не Донателло был. Я попутал маленечко. Вот это, кстати, немножко опасно, но... Охо-хо-хоу. Давай-ка мы, наверное, попробуем Рокула бомбануть вот через вот этот удар. Я знаю, что он мощный, но... Но он прокатывает. И это мне нравится. Ну, а Шархан, конечно же, добьет. У него вот этот вот удар очень хороший. Даже если бы он его не добил, стопудово он повесил бы на него постепенный урон. И он бы от него именно отдуплился. Ну что же. Да, ребята. Как видите, мы с вами вернулись в Лигу Сегунов. Тем более у нас 80-я позиция. И это говорит о том, что мы можем даже приблизиться к Сегуну 3 звезды. Так, у нас здесь бонусы. Бонусы. Так, Игнасио, Тимур, Андрей. Андрея, конечно, берем. Так, 55-й максимальный у него, да? Раз, два, три, четыре. Ну, Лео, ну, без тебя, ну, никуда. Пойми, пойми. Я не со зла. Ну, просто с тобой мне как-то спокойнее. Кто-то говорил, Рэй, не бери, типа, хаев, бери малышей. Ребят, я, конечно, могу взять малышей, но вы сами понимаете, что они не справятся. И мы с вами будем, как говорится, поражение за поражением. И, соответственно, будем очень медленно продвигаться. Зачем это нам нужно? Нам нужно как больше, как можно больше побед и как можно выше подниматься по карьерочке, по рейтингу. Естественно, если мы с вами дойдем хотя бы разок до мастера 3 звезды, а это максималка, у нас будет шикарный ревард. У нас будет очень много осколков. Мы с вами за два-три таких захода сможем апать чуть ли не через каждые 2-3 недели героя в платиновый ранг. Это круто. Так, ну что, ребята, мы с вами двигаемся дальше. Михайло, Али и Сандро. Смотрим по кубкам. Они абсолютно все одинаковые, поэтому я беру Али, потому что очень много серебра. И это мне нравится. Даже несмотря на то, что здесь 56 уровень задействован. Так, Бакстер Муха. Вот так вот мы с вами возьмем. И что? И опять Лео. И опять Лео. А потом, конечно же, мы пойдем с вами проходить ежедневные испытания. Точнее, еженедельные. Так, ну-ка. Кто-то выживет. Угу. Ванюша и Рафик. Давай-ка начнем. Нет, с Рафаэля. Повышенная атака. И она сработала. Так, ну-ка, Армагоша, я думаю, что у тебя все получится. Я даже в тебе не сомневаюсь ни на грамульку. Хм-хм. Молодец. Отработал. Как говорится, я бы тебе дал бы кусочек мяса, но не могу. Ну что же, двигаемся с вами далее. И куда мы перемещаемся? Тридцатую, дай тридцатую позицию. Ух ты, тридцать пятая. Ладно, годится. Годится, я не буду спорить и оспаривать ваш выбор. Ага, смотрите. Джонатан. У него есть один герой в серебре. Поэтому я думаю, что нужно разобраться именно с ним. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, что эта команда должна победить и без помощи Леонарда. У него. Что-то, Джонатан, у тебя как-то видон не особо хороший. Пошли. Скунаев. Уклонение. Вот это, кстати, хорошо, когда караечка вешает на себя уклонение. Бум. Рокзар выдержит по любасику, поверьте мне. Хиллер. Я, кстати, не посмотрел, есть ли тут хиллер. Хиллера нету. А это означает, что он проиграл. Все. А, нет. Какой все? Че это я обрадовался-то? Вот теперь все. Да. Ну что же. Двигаемся с вами дальше. Причем уверенно. Я думаю, что сейчас будет где-то пятнадцатая позиция. То есть еще один бой. И Лига Сигунов Три Звезды у нас будет в кармане. Давай проверим. Ух, елки-палки. Даже восьмая. Ну, что же я могу сказать, ребята. Я могу вас заранее поздравить. Так, Виктория. Ух ты, опять Виктория. Ну, давай. Давай, Виктория. Я не против подраться с тобой. Я даже только за. Вот единственное, что у меня героев не хватает. А Рафаэль как-то в стороночке у нас остался. Мне это не нравится. Откат. Слушай, я могу знать, что сделать. Действительно, по откатику прогуляться. Сделаем откат. Возьмем с вами Леонарда Рафаэля и пару малышей. Я думаю, что такая комбинация должна зайти. Очень даже неплохо. Ну-ка, пробьем мы Шердера с вами. Ммм, Крис. Это, это как-то с твоей стороны не очень хорошо вышло. Ну, железная голова, я понимаю, ребята. Без компромиссов просто бомбит. Почему я бы прокачал ему, ребята, поджог? Вот, скилл поджог. Очень хорошо на боссах. Он частенько у меня выпадает. А поджог, вы сами понимаете, вешает постепенный урон. Причем довольно неплохой. Это лучше, да, чем просто удар. Ну что же, ребята, я поздравляю нас. Мы с вами в Лиге Сегунов. Три звезды. 87-я позиция. Мне даже будет достаточно в ней удержаться. Конечно, хотелось бы перейти в мастер. Но, думаю, что из 40 осколков нам платиновых достаточно будет. Ну что же, Елизабет. Кто? Элизабет? Элизабет. Элизабет. Ладно, хорошо. Давай, Лео, возвращайся. И берем с вами. Где у меня тут малыши? Слушай, я не рискую случайно. Потому что вот это Донателло. Слушай, по идее нет. А знаешь почему? Потому что, смотри, сейчас Лео делает вертушку. Рафаэль следом должен ставить провокацию. Хотя, Донателло может здесь бросить сюрики. Хм, об этом я как-то не подумал. Ну-ка, проверим. Ух ты. Смотрите, ребята. Единственный противник, который здесь может сделать массовую атаку, это Дони. И если он применит сюрики, мои ребята здесь могут упасть. Сейчас мы убедимся в этом лично, что он будет все-таки... Так, ну это ладно, это терпимо. Сейчас ему конец. Пумс. Слушай, нам фартанул, ребята. Видимо, он или не прокачивал, или компьютер решил просто нас пощадить. А мы не будем никого щадить. Мы просто бомбим. Ну что же, мы с вами поднимаемся. Я не знаю куда, на какой уровень. Сейчас глянем все это дело своими личными глазками. Так, была 87-я позиция, а становится 65-я. Шикарно. Ничего не могу сказать против. Значит, ну что, друзья мои, а теперь мы с вами... Подожди-ка, давай-ка мы глянем в магазине. Что у нас есть по предметам. Ммм, смотри-ка, прикольно. 5 тысяч. Давай потратим на Кейси Джонса. Я думаю, что это хороший вклад. Тут у нас, ага, 40 монет. Но этого мало, естественно, ребята. И здесь 370 тоже маловато. То есть, ничего мы с вами здесь поделать не можем. Единственное, что я могу вот здесь обменять. Круто? Круто. Ну и теперь переходим с вами в испытания. Какое будем брать сегодня? Манимайки или... Давай городская война, тени на солнце. Так, у нас... Ммм... Так, меня интересует здесь кто? Кунаичи, Лиса и Шенигами. И Сплинтер, конечно же. Но до Сплинтера я вряд ли доберусь. И давайте посмотрим, кого нам... Подожди, кого нам здесь дадут? Раз, два, три. Четыре, пять. Ну, слушай, неплохо. В принципе, неплохо. Но хотелось бы, конечно, либо Рафаэля, либо... Нет, Микеланджела нет. А вот Леонардо... Что я делаю? Господи! Давай автобой. Что-то я совсем, ребята, заигрался называется. Конечно же, автобой. Тут же десятый уровень врагов. Поэтому мы их просто-напросто разбираем с полтычка. А я уже тут всерьез начал играть. Так, кто у нас там? Леонардо и Карай. Кстати, вы узнаете вот эту вот сладкую парочку? Леонардо и Карай. Вы помните, как начиналась у нас с вами игра? У нас начинает, да, играть Леонардо один, потому что его братьев похищает Крэнг. Ну, по крайней мере, скорее всего, даже не Крэнг похищает, а похищает предспечники Шреддера, наверное. Или все-таки Крэнга. Ну, не имеет значения. В общем, Леонардо у нас начинает играть один, да? И первым, кто ему встречается на пути, это Карайка. Так ведь? Да, это именно Карайка. После этого, когда они доходят до босса, они убегают, да? И берут к себе в помощь кого? Нейтрализатора. Как-то вот так вот начиналось у нас все это дело. До сих пор помню. Так, ну что же, переходим на последнюю третью волну, но не последние, ребята, у нас в бой. Здесь у нас Рафаэль и Донателло. Конечно же, они будут падать с одного удара, потому что это 20-й уровень, а у нас как минимум 60-й здесь сидит. Я имею в виду Ваня Стиранко. Так, ну что же, двигаемся с вами дальше, уверенно, не пасуем. Так, Донателло, одно ДНК, шикарно. Так, ну, морозильная кошка, ребята, как бы тоже нам не особо нужна. Она у нас прокачана, так что все тип-топ. Но, тем не менее. И, кстати, вот эти вот уровни, да, я вот тоже так подумал. У нас же, как бы, 10-й, да, левел, потом 20-й, 30-й. Может быть, вы и правы, чтобы я брал сюда не хаев, а своих малышей. Но это мне придется постоянно изменять свою команду. А так я прохожу, даже не парюсь. Понимаете, да? А там пройдет, не пройдет, получит. Нет, ну, конечно, он будет получать уровень, да, они будут подниматься по левлу. Не знаю. Давайте, наверное, со следующего боя, не боя даже, а я бы сказал бы со следующей серии, будем именно так поступать. Ну, это действительно придется постоянно нам подтасовывать. Ну, вот сейчас мы, давайте посмотрим. Вот сейчас посмотрим кое-что. У нас с вами будет майки, да? Давай посмотрим, какие уровни. 45-й, да? 45-й уровень. Кого я могу здесь взять? Ну, предположим, я уберу отсюда. Слушай, ну, давай уберем зэка и поставим вот таких. А, так, 45-й уровень, да? Давай тогда вот так и вот так. Ну, для проверки просто-напросто. Но вы понимаете, если они сейчас пасанут или где-то сделают небольшую ошибку, мы можем за нее поплатиться. А мне этого не хотелось бы на самом деле. Так, усиляет команду, да? На ускорение. Плюс иммунитет он вешает. Зачем ты это Шердер сделал? Я не понимаю тебя, если честно. Так, переходим на вторую волну. Тут Кейси Джонс и Рафаэль. Минус. Минус. Ты опять за свою... А, нет, ребят, он вызывает придурков. Так, ну... Да зачем же ты это делаешь? Я не понимаю. Зачем ты хильнул? Памс. Не упали? Не упали. Так, переходим с вами на третью волну. Это заключительная. Здесь у нас Майки и Донателло. Плюс, как мы видим, морозильная кошечка. С собственной персоной. Тыдыч. Ну, и заодно посмотрим, сколько мы с вами вообще здесь будем получать опыт за победу. Может быть, оно и не стоит того самого заморачивания. Так, хил. Естественно. Что он может еще применить? Конечно же, хил. Тю-тю-тю-рюньс. Так, Шреддер получил урон. И промахивается по морозильной кошке. Двойной атакат Макеланджело. Так, граната полетела от Вани. Постепенный урон. Ну, я хотел сказать, что он убьет его, но... Ну, решил почему-то добить он его. Так, с уклонением. С уклонением у него все в порядке. Он еще и вешает защиту на себя. Я думаю, что 40-й уровень просто здесь не выдерживает. Ну, и давай посмотрим, сколько нам будут давать опыта. Вот победа, да? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Ребят, ну это полный бред. Ну, 100 экспы. Всего лишь 100. Я считаю, что это неоправданно. Поэтому я убираю их. И ставлю обратно. 100. Я, извините меня за мутаген. Больше могу их прапать. Так что... Оно того не стоит, на самом деле. Так, ну что же. 50-й уровень. Уже, ребята, около того. Около того, что... Предельчик. Еще бой. Может быть, еще один. И уже надо будет вручную с вами драться с этими противниками. Так, а кто у нас здесь босс? Кто-нибудь помнит? Я вот, честно говоря, не помню. Кто здесь у них босс? Ну, в любом случае, увидим. С вами дойдем и посмотрим. В данный момент третья волна. Опять Кейси Джонс. Опять здесь Донателло. Что они... Как эти... Как братья-акробатья. Вместе все. Еще бы за ручку вы взялись бы. Ладно, Доник. Пара тебе отдохнуть. Ах, ты смотри, Кожук. У ее живется еще. Ну, и четвертая волна. Я, честно говоря, думал, что босс. Но ничего подобного. Тут у нас Сплинтер, Леонардо и Кунаичи. Естественно, ребята, они сейчас... Ох, как хорошо их разбирают. Крис решил защитить свою команду бафом. Постепенка не повесилась. Так, бомбит. Да, Кунаичи упала. Сплинтер вдруг решил забафать свою команду. Кого-то на отхил, кого-то на крит. Ага, Рокзар взял провокацию. Крис убивает Сплинтера. И Ванюша не добивает Лео, а это делает Зек. Отлично. На три звездочки мы с вами двигаемся дальше. Мне надо получить ДНК на Лесу. По возможности, да, если получится. И ДНК на... Так, и на Шенигами. Ну, такой командой, я думаю, что у меня вряд ли все это дело получится. Здесь уже какой-то уровень? Шестидесятый? Да, так точно. Ладно, я думаю, что пока мои бойцы до сих пор еще будут справляться сами. Под ударом у нас только лишь Ванька-стиранка. Потому что у него шестидесятый уровень. Молодец. Бамс. Сейчас получишь в ответ же, а. Ванюш, ты что, не видишь, что там контратака стоит? Нет, он бомбит. А у него выбора не было, на самом деле. Так, ну этих аглоедов мы с вами разберем. Тыдыч. Стрелоза-то упала. Ну, а зачем ты делаешь? Ну, зачем ты так делаешь? И третья волна. Опять же, ребята, здесь эти... Мутантики. Ну, это не мутантики, на самом деле. Это какие-то недокрэнги. Да? Я уже вам об этом говорил. Причем здесь голова уже не крэнга, а голова нашего железноголового почему-то. Так, ну что же. Памс. Не пробил. Слушай, вот этот вот, ребята, у него суперудар у Рокзара. Вы заметили? Он очень слабенький. Он не может подбить врага с одного удара. И это плохо. Смотри-ка, что происходит. Памс. Добил. Молодец. Контр-атакой. Шайба. Так. Упс. Ракеточки. Минус Кейси. Я уже думал, что минус... Ааа. Вот он что делает. Он берет, ребят, провокацию. Угу. Слушай, я думаю, что провокация ему здесь не поможет. Я про Рафаэля говорю. Хотя, кто его знает. Сейчас посмотрим. Ты посмотри, какой он крепкий. Я теперь понимаю, почему его невозможно практически пробить. 65 уровень. Держится просто красавчиком. Хм. Бакстер Стокман все-таки прошил его. И, как видите, мы проходим с вами. Соответственно, мы зарабатываем с вами ДНК на лесу. Алапекс, да, по-моему, вы говорили ее звать. Ну что же, а мы идем за шинегами. Шинегами. Так. Ох, ребятушки. 75 уровень. Слушай-ка. Я даже думаю, что мы здесь с вами сфейлимся. 75 уровень плюс 5 волн в совокупности дает просто имбовую команду. Так. Пэм. Не пробиваем. Это уже плохо. Давай так добьем. Так, дальше. Давай сделаем защиту дополнительную на себя. Потому что Крис редко использует именно защиточку. Так. Массовые атаки пошли, да? Я не буду здесь применять суперудары. Я думаю, и так разберем. А ну-ка. Так, что он там где-то стреляет? Давай так прошьем. Добивочный. Так. Теперь здесь. Ну-ка. Слабовато. А так. Ну, хотя бы меткость. Хотя, да, добили. Ну, переходим с вами на вторую волну. Здесь опять же эти ребята у нас дроны. Кибертроны. Опа. Вот так давай сделаем на этот раз. Будем полный потенциал Криса Брэдфорда использовать. Минус аннули. Так, Ванюш. Я за тебя уже начинаю волноваться на самом деле. Ох-ох-ох, шишки. А у нас, не забывайте, ребята, нету хиллера. Его просто здесь нет в этой команде. Так что мы можем здесь с вами очень круто поплатиться. Постепеночка. Так, но зато у нас есть... А что у нас есть? У нас есть только одна, ребята, провокация, да? Это именно от Рокзара. Так, я думаю, что он надуплится. Давай-ка займемся, наверное, вот этим малышом. Так, пробивной сделаем. Ну что ж, добивай, Ваня. Так, и это у нас только лишь третья из пяти. Но здесь, по крайней мере, одни дроны. Давай начнем потихоньку с вами бомбить. Так, следующий. А давай сделаем волну. Тю-дюш. Оу. Тогда защиту вешаем. Тогда вешаем с вами защиту. И так, с кого? Я думаю, вот этого нужно добить. Ну, по крайней мере, попытаться. Меткость понизили. Что он делает? Ага. Ваньку, да, хотят подбить? Ну, Ванька пытается, конечно, выдержать. Натиски, удары вот эти вот. Не осилил. К сожалению, ребята. Потеряли мы с вами Ванюшу. Он был 60-го уровня. Так что не удивляйтесь, почему он так упал. И переходим на четвертую волну. Как говорится, здесь выживут только сильнейшие. Давайте возьмем провокацию. Давай бросим, наверное, нашу бомбочку-замедлялочку. Плохо сработало, на самом деле. О-хо-хо-хо-хо. Хилка, да, значит? Ладно. Давай попробуем вот так вот сделать. Ай-яй-яй. Да, по-моему, Рокзара разберут. Я чувствую, ребята, что разберут его. Так, Маузеров можешь выпустить. Ну-ка, давай-ка. Ай-яй-яй. Так, Лео, иди отсюда. Так, что ты делаешь? А, суперудар. Я думал, что он сделает уклонение. Ох ты, елки-палки. Не получилось. Вышло отлично. Так, сейчас комочек, наверное, бросит, да? Нет. Отхиливается. Хм. А если мы вот так бомбанем? Ты посмотри, как Бакстер Стокман отжигает. Очень даже неплохо. Но самое противное, что, ребята, у нас мало здоровья. И вот здесь вот нужно попробовать как-то вот, я не знаю, вот шинегами пробить, не пробить. Получится, не получится. Это же будет у нас бросать кунаи, да? Давай-ка тогда сделаем вот таким вот образом. Пробьем. Пробили. Так, кунаичи. А ну-ка. Ать. Слабо. Это было слабо, ребята. Рокзара потеряли, да? Угу. Крис стоит пока на своем. Воу. Молнии. Ох, ёх, колымене. Вот это ты прижучила. Ты видел? Ребята, вот это был удар. Офигеть. Ты посмотри, сколько она здоровья нам оставила. Хе-хей. Волна. Может быть, там спасет нас. Так, давай, наверное, я не знаю. Ну, давай добьем. Ага. А так. Ай, кисло. Криса потеряли. Ну, ребят, я скажу одно. В любом случае, я ДНК на Шенегаме заработал. Ну, пускай не на три звезды прошли мы с вами этот уровень, этот эпизодик. Но главное это что? Главное вот это. Да-да-да, именно ДНК. Ну, естественно, вы понимаете, что за сплинтером идти, ну, вообще нет никакого смысла. Я просто там не справлюсь. Кстати, я хотел посмотреть, знаете что? Сколько вообще нам нужно ДНК для... Четыре. Четыре ДНК для сплинтера, чтобы перевести его в пятую золотую звезду. А что же мы тогда можем с вами здесь пофармить? Давайте посмотрим хорошенечко. Так, здесь можем Аллапекса. Давай попробуем. Конечно, кружка. Кружка выпадает мне. Вот честно. Во, все, все, ребята, этого достаточно. Здесь больше мне ничего не нужно. Тут тоже мне ничего не нужно. Здесь, да, ребята, я достал две ДНК на лесу. И, в принципе, я доволен. Ну, мани-майки мы будем с вами проходить уже в следующей серии. Так, что у нас еще с вами осталось? Так, здесь обмениваем 70 сюриков. Так, Донни. У нас еще и Донателла тут есть. Давай тоже обменяем. Так, далее. А далее и все, да? Получается. Нет, морозильное окошко у нас тут еще есть. Тоже меняем. И все. На этот раз, да, походу. Да, ребята. А Шенигами, чтобы перевести только лишь в третью серебряную звезду, нужно, извините меня, 29 ДНК. 29 боев, если бы одной ДНК зарабатывать. Я даже боюсь представить, сколько это времени нужно. Также, смотрите, у нас Леонардо классика, да? Перевелся бы вот в третий бронзовый ранг. Да, очень много героев, которые жаждут своей очереди. Супер Шреддер. Ай, красота. Вот если бы он у меня появился. Если бы у меня появился Крэнк классический. Кролики, кстати, очень скоро появятся. Так, здесь у нас что? Мутаген. Ну, это ладно, ребята. Это нам сейчас не к спеху. Задания выполнены. Знаете, что сделаем сейчас? Я хочу крутануть. У нас пицца есть? Пицца есть. Я хочу крутануть один раз рулеточку, с вашего позволения. Я надеюсь, никто не будет против. Я думаю, что никто не будет против, ребят, из вас. Если я просто ее крутану. Да, я трачу шесть порталов. Но, тем не менее. Да ладно, только не надо говорить. Конечно. Конечно, кто бы сомневался. Хорошо, давай еще разок. Не получится. Кончилась у нас пицца. Ну что, дорогие друзья. Я думаю, что на сегодня будет этого достаточно. В любом случае, мы с вами в Лиге Сегонов 3 звезды. Причем у нас ранг 64. Я думаю, до мастера можно дотянуть. До мастера. А Лига Мастеров, вы сами прекрасно видите, что дает. 55 платиновых осколков. Если бы мы с вами каждый раз, да, каждую неделю получали бы мастер 3 звезды. Ну, Лига Мастеров 75 осколков. Считаю, в 2 раза больше, ребята. Так что будем к этому стремиться. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Удачи. И до новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok